Всем привет, с вами Инкриптед и для начала хотелось бы поблагодарить вас за фидбэк в комментариях под прошлым видео, где мы рассказывали и показывали активности в проектах Тензор. Именно поэтому мы решили продолжить данную рубрику и сегодня мы не будем далеко отходить от экосистемы блокчейна Солана и рассмотрим такой проект как Zetamarket. Не будем долго останавливаться на вступлении и погнали сразу к обзору. Если коротко, то Zetamarket это проект из нынче популярного сегмента так называемых децентрализованных бирж для торговли фьючерсами. Конкурентам можно отнести Drift, LogX, KiloX, тот же Aevo, от которого мы недавно получали дроп. Надеемся, если вы выполняли активности, о которых мы писали тут, 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 вы также получили дроп. Если рассматривать поближе, то можно увидеть как безусловные плюсы, так и минусы. К минусам можно отнести довольно-таки нестабильные стаканы, иногда лагающий интерфейс и прочие проблемы, с которыми встречаются, наверное, 99,9 дабс в Web3. К плюсам можем отнести известный и понятный инвест от Jump Crypt, Electric Capital и других размером 8,5 миллионов. Относительно небольшую конкуренцию, если сравнивать с тем же Drift, а также интересную, немножко сложную систему поинтов, на которой мы дальше остановимся немножко детальней. Главным и единственным критерием, на основе которого мы зарабатываем поинты, это и есть непосредственно наш торговый объем. Но следует учитывать некоторые нюансы. Как мы видим, если мы открываем или закрываем сделку с помощью тейкера, мы зарабатываем 1 поинт за 1 доллар торгового объема. В случае, если мы проводим аналогичную сделку с помощью мейкера, то мы заработаем в 5 раз меньше поинтов. Соответственно, за 5 долларов торгового объема мы получаем всего 1 поинт. В чем разница между тейкером и мейкером? Если коротко, то это разный способ открытия или закрытия позиции. Так называемый тейкер, это открытие или закрытие позиции по рынку, а мейкер, это открытие или закрытие позиции непосредственно через лимитный ордер. Лично с этой механикой мы разобрались. Теперь давайте рассмотрим способы забустить поинты, которые мы будем зарабатывать. Первая опция, с помощью которой можно забустить наши поинты, это подключение к площадке с помощью всеми нам знакомого кошелька Backpack. Также можете перейти по ссылке в описании к данному видео. Она реферальная и даст вам плюс 10%. Если вы выполнили эти действия, суммарно вы уже получаете буст 20% к зарабатываемым поинтам. Также можете рассмотреть дополнительные, но уже относительно платные бусты. Первый, о котором стоит сказать, это стейки токена PITE, который даст еще плюс 10%, но следует учитывать, что для его получения потребуется стейкать больше 1000 токенов. Также, если серьезно задумались над фармом поинтов в данной площадке, можете рассмотреть покупку и сжигание NFT. Но есть несколько нюансов. Первый, это после сжигания буст дается на определенное количество времени. А также у всех NFT присутствуют так званые тиры. Чем выше тиром вашей NFT, тем больше буст она дает. От 25% до 300%. Сжечь ее можно прямо в своем аккаунте. Здесь она появится. Здесь вы увидите все ее характеристики. То есть, буст, который она дает. И на какое количество времени она его дает. Далее потребуется совершить депозит на площадку. Тут важно отметить, что депозит поддерживается только в USDC сети Solana. Поэтому можете подготовить их заранее. Все, мы готовы к торговле. Поэтому переходим на вкладку Trade. Выбираем нужную вам пару. В нашем случае, давайте это будет Bitcoin USDT. Тут выбираете Short или Long. Также выбираем Market или Limit. Помним, что начисляется разное количество поинтов. Выставляем плечо. Здесь вы увидите сумму, на которую откроется ваша позиция. И подтверждаем ее открытие. После того, как транзакция пройдет, вы увидите, что ваша позиция отображается как открытая. Единственное, что еще следует учитывать. Из-за того, что мы открыли по маркету, наша позиция автоматически ушла немного в минус. Это такие особенности, и их нужно учитывать. Вы можете выставить Stop Loss, а также закрыть позицию. По поводу фарма поинтов, также следует учитывать, что не следует сразу закрывать позицию, как только вы ее открыли. Потому что такие действия могут быть рассмотрены командой как нечестные, и ваш аккаунт просто порежут, и вы не получите дроп. Далее вам остается самостоятельно перейти на площадку, начать тарховать и зарабатывать те самые поинты. Ведь даже команда неоднократно намекала и упоминала это в документации, что так или иначе они будут обменены на токены проекта. Как, когда, в каком количестве, к сожалению, такой информации нет. Если же вам нужна текстовая инструкция, она уже опубликована в нашем разделе дропов, ссылочку сможете найти в описании видео. Если же у вас возникают какие-то вопросы, можете перейти в наш телеграм-чат по аирдропам и также задать их там. С вами были Encrypted, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok